Нет, не холодно мне будет. Сейчас собираемся и собрались уже в Жирноск ехать в стоматологию, но это не мне. И еще там по кое-каким делам. Сегодня прохладно достаточно на улице, а не такая жаркая погода, как было пару дней назад. Бассейн все никак не прогреется. Я люблю все-таки, чтобы водичка была потеплее. От горячей я бы даже не отказалась. Вот они, красивые дворики. Такие уютные, домашние, маленьких городков. Они такие красивые, конечно, даже нет детских площадок никаких. Ты что, решил, пап, туда отпойти? Иди, я здесь по караулю. А это стоматологическая, у них частная клиника здесь. А еще этот врач сделал мне зубы, на которые мамка ходит постоянно. А еще сколько лет назад, 20 лет назад, то есть давно она уже занимается этим удалением, протезированием и все дела тебе здесь. Вот интересно, частный дом был или нет? Похоже, как будто бы раньше был частный дом из этого. Пап, а это частный дом был раньше? Да. Видите, из частного дома сделали стоматологическую клинику. Ну, у нас здесь везде дома-дома. Такие пятиэтажки. И бах, частный домик. Хотя и там тоже, я смотрю, частные дома. Они в линию стоят. Блин, как мы любят эти маленькие городки, а. Смотрите на мою короткую юбку. Там тоже дом. Да, это просто вдоль парочку частных домов вдоль дороги. Породистые киски разгуливают, смотрите. Да, породистые кисочки. Киски разгуливают породистые. Да, это просто линия частных домов здесь. Так интересно вообще. Так классно, как и люблю маленькие городочки в последнее время. Какая-то тишина, спокойствие, природа здесь есть. Здесь есть жизнь. Ну, не такая бурная, не темповая. Просто жизнь нормальная. Местный магазинчик. Местный, местный магазинчик. Мы ищем что-то там для сливы. На козырек вот то, что отец сделал этот, как его, крышу. И чтобы вода не стекала с крыши, чтобы она сливалась. Это все? Надо спросить длинные, желобок. Правильно? Желоб, чтобы по нему сливалась вода. Какие-то желобки же должны быть. Да, это чуть как ни о чем вообще. Ну, это маленькая вода. А, подожди, это кусок может быть из металлопрофия? Они собирают кусковые, наверное. Короче, вместо специфических, вот этих специальных желобов, мы решили купить вот эти трубы обычные, канализационные. Попык там будет отрезать, разрезать. И как только мы их повезем сейчас, он разрежет. И как раз нам этих хватит дешевле получается. Нам хватит так, чтобы можно было и на баню, и на дом. Нам хватит. Вот. Сейчас столько всего для строительства. Старатый классик, дай. Дай. Старатый классик. Столько всего для строительства. Да, можно. Все крыши разные, красивые, черепичные. Вот какая красота. Кажется, дождь собирается. Ты мне хочешь машину опять посадить? Ага. Машину хочешь посадить меня опять? Нет. Сейчас мне плохо будет слышно. Это мост, который соединяет длинный край. И получается шерст. Получается шерст. А это медведица. Медведица наша. На речку хочу. Но сегодня у нас будет просто бассейн. Он прыгает с тарзанки. Классно. Вообще. Господи, как красиво. Посмотрите, какую вкуснотищу мы еще купили. Мням-ням. Кусок огромный толстолобика. Ну, не огромный. Там была, конечно, рыба вот такая вот большая, большая, вот такая большая. На пол стола толстолобика. Мы взяли такой вот кусочек чихонь. Мням-нямка мне понравилась. Вчера брали. Мы прям в таком я в Сторге осталась. Но я заезжала в магазин. Там у них фемнушка Садома Гамора. Вот где очередь вообще не прекращалась, девчонки. Я первый раз вижу прибыли. Это вообще, конечно, колоссальная. И брюшки, брюшки. Семговские брюшки, копчененькие, вкусняшные. А еще, как всегда, мороженое. Кареновка. Всем Кареновка, Кареновка, Кореновка, или как там ее называют. Девчонки, вы привыкли, так и называете. Я как привыкла, так и буду говорить. Можете даже не исправлять меня. Вот. Нету моей любимой. Не было шоколадной глазури. Сняли, говорят, с производства. И пришлось взять со сгущенным вареным молоком. Ни разу не горала, как раз попробуем. Сейчас мы будем есть рыбку. Не стала я отдельное видео делать. Так вам покажу, что у меня купила, потому что не накрашено. Естественно, надо все сегодня разложить. Шоколадки вот такие в ленте взяла. Там две с половиной я отдала за все то, что я вам сейчас покажу. Российские, тут темные, в основном с фундуком и с прочими трелестями. Сок вот такой вот по 69. J7 был. Огрызки у меня по дороге ела колбасу. Я покупала в магазине таком, который колбаса из мяса. Прямо так в магазине назывался колбаса из мяса. Я так смеялась. Со шпиком. Состав мне неплохой. Это у нас абрикосики. Еще шоколадка с кокосом и лафри. Они вообще чуть по 39 рублей были. Такая символическая цена. Сыр, который я часто кладу в салат с огурцами и с помидорами. Сливы красные. Масло, которое мне по дороге растаяло. Потом вот такой вот наборчик. Наборчик, а как это в рассоле. Масло, морепродукты. И прям такие куски мне понравились. Смотрите, большой, огромный кусок осьминога. У меня весь целиком осьминог. Потом у нас кетчуп идет. Такой вот для стейка с базиликом и черным перцем. Потом бальзамик кетчуп. Ну, я так понимаю, что с бальзамическим, скорее всего, уксусом там. Состав не смотрела. Потом Рика. Оливковый майонез. Калевый итальянский соус. Нравится его. С макаронами можно есть. Вкусный. Потом докторская колбаса. Дубковская. Более-менее у них нормальный состав. Тоже не... Он так нравится мне. Хорошие по качеству филеевские. Они сохраняют еще, если, конечно, не изменили состав. Он свинины, мясо птицы. Говядина посолочная смесь. Ну, мало чего. Есть такого постороннего с копчением. Потом вот такой вот кусочек брауншвейской колбаски. Все копченое. Вот докторская фамильная. Потом еще маленький дубковский. Я поэтому взяла со шпиком. Потому что вот это все это без шпика. Крымские абрикосы. Вот эта вот упаковка полкилограммовая стоила 75 рублей. Ну, вот похоже на наши такие обычно абрикосы. Вот эти вот они импортные, наверное, которые предыдущие я вам показывала. А потом у нас еще соус кальва с лесными грибами. Шоколадка. Люблю. Ну, как-то раньше я ела. Часто покупали белые. Ну, так сейчас иногда я сладкое. Сейчас по-своему времени вообще не ем. Сыр, который у меня по дороге растаял, видите, расплавился. И два кокоса. Два кокоса. Можно сначала сок с них выпить, а потом разбить. Но это, конечно, не те кокосы, которые в Индии продавались. Потому что в Индии они были свежие. Легко можно было расщепить. И там есть прям жидкость. То есть вот эта вот кокосовая стружка, она вот здесь вот именно как кокосовая стружка в баунте. А там в Индии она прям мягкая такая была. Ее как ложечку можно было есть. Но зато здесь сок тоже можно попить. И вот такой вот корм на майске. Он стоит 500 рублей. Это самый дорогой корм в этом, в Ленте. Он, конечно, не профессиональный. Может быть, не такой по составу, как профессиональная корма. Но не очень хороший состав. Это не китикат и не вискос. Тут, видите, есть и индейка, и пшеница. То есть злаковые есть. Еще овощи и зелень. Витамины, минералы и куриное яйцо. Ну, то есть по составу, если вы посмотрите, неплохой ему состав. Такое-то я им взяла на две недели здесь. Ну, остатки увезу. Вот, на двоих. Ой, слушайте, я вообще для собак взяла. Ой. А я прочитал, для собак. Думаю, что это не может подходить. Для собак. Ну, все будут есть для собак. Ну, таурина здесь нет, но я им жидкий буду давать еще корм. Ну, так что таурин там тоже будет. Да я считаю, для собак взяла. Короче... Ну, ладно, пусть будет. Побудут собаками. Смотрите, это вот кружка с новыми цыплятками. Это, которых мы сажали перед отъездом, перед моим. Перед первым или вторым, я уже не помню, каким. Ну, то есть это вот новые цыплятки. И вот мы все сделали загон. И здесь у нас сидят. Вылупились. Я уехала, и они вылупились. Это Ади, как всегда, здесь бегает за мной, потому что я привезла вкусняшный корм. И Капитон где-то должен быть. Капитон вообще уже весь грязный. Родители говорят, ему здесь так хорошо вообще. Так хорошо ему, да, Масянь? Вот. А еще смотрите. Та-дам! Мы поставили бассейн. Трехметровый, который я взяла. Ну, лучше каркасный, потому что он плохо держит форму. Ну, почти вот вообще не держит. Ну, как держит, но это все-таки не тот бассейн, который я думала, что будет. Потому что он должен был быть метр семьдесят шесть, по-моему. Ну, тут метр семьдесят шесть и не пахнет. Вот они специальную площадку здесь расчистили под него. Так что мама там жука собирает, потому что они не опрыскивают картошку. А естественным способом ее, естественным способом, собирают жука с утра. Время. Они меня, кстати, сегодня разбудили. Я думала, вообще скандал какой-то за окном происходит. Вот. А это, оказывается, видео они там включили. И это батя мне крышу перекрыл заново, потому что она была вся такая перекошенная. Новенькую такую сделала. Тяжело ему уже одному делать. Но они соглашаются на то, чтобы я платила, и чтобы можно было за деньги платить. Вот. Вот. И такая ровненькая, ровненькая, хорошая крыша. Я говорю, да бы жили бы вот так, какая разница? Вот вам надо вот это вот все переделывать. Он говорит, нет, я хожу и смотрю на эту крышу. Она вся такая уже разваленная. Мне даже смотреть, говорит, на нее страшно. Вот такие вот они у меня. Шезлонга здесь еще не хватает. Надо было привезти из Саратова. У меня там есть шезлонга. Мам, у меня же в Саратове есть шезлонг. Надо было привезти. А куда он где? Ну, я покупала для мастер-классов. Да. Вот. И биндежку вот он сделал. Тоже окно там ставит. Не биндежку, а вот эту пристройку. Так что облагородили они здесь. И сейчас мы с вами еще другие кур посмотрим, которых я пасла. Четыре штуки в прошлый раз. Видите, они уже такие большенькие. Ну, такие приличные уже. А это другие, получается. Которых с инкубатора я вытаскивала. Показывала в прошлый раз. Видите, какие они уже. Тоже огромные монстры. Растут не подняла по часам. Да, это вот первые дары наши. Тут и есть уже черная смородина, китайская вишня. Тут очень вкусная, сладкая. У меня воспоминания прямо с детства о ней хорошие. Малинка-коржовник. Так что буду сегодня кайфовать. А солнце уже припекает, я смотрю. Хотя 29 градусов на улице. Я как не приеду здесь по холоданию. Всегда холоднее. Потому что когда в Саратове было, там 30-35 градусов было. А сейчас все равно не так жарко. Так что жду, пока нагреется бассейн. И буду там плескаться. Пущу уточек своих. Буду кайфовать. Сейчас пришла я с йоги. Мне многие спрашивают, что это за йога. Это не асаны. То есть это не физические упражнения. Это духовная практика. Сейчас вот как раз в том центре, в котором я занимаюсь. Это не какой религии не принадлежит. То есть это объединяющие все религии. Просто направлено на установку связи с Божественным, с Богом. С высшими силами. С разумом. Как это хотите. С Вселенной. А как хотите, так это и называйте. Вот. И решила себя побаловать. То есть это не физические упражнения. Но я очень увидела как-то у кого-то этот чизкейк. Это новинка. В яблоньке она продается. Клубничный. Состав у него достаточно такой неплохой. Да, у меня здесь лампочки нет. Поэтому мы просто с вами подсвечиваем. Состав в принципе неплохой. Но его обязательно нужно в морозилку ставить. Иначе он будет плохо резаться. Он будет расползаться. Здесь вот как всегда у них есть вот такая вот штучка. На улице, как вы знаете, жара. Вот смотрите. Вот он уже какой-то такой вот. Ой. Нереально вкусный. Сейчас я его порежу. И посмотрим, какой он у нас будет внутри. Первый блин комом, как говорится. Потому что там такая печенька. Ее нужно хорошо прорезать. А в разрезе он... Ну вот. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот он. То есть тут прослойка клубничного джема. Далее они мне замороженные его. Он как-то мороженое прям напоминает. И режется как мороженое. То есть такое немножко похрустывает. Вот так вот выглядит. Ну вообще мне в яблоньке очень нравятся всякие тортики. Моя любовь. Поэтому я с удовольствием, когда у них какие-то появляются новинки, беру пробовать. Поставлю его в морозилку. И так по желанию буду доставать оттуда и наслаждаться.